Страшный рассказ Чарушин. Мальчики Шура и Петя остались одни. Они жили на даче, у самого леса, в маленьком домике. В этот вечер папа и мама ушли в гости. Когда стемнело, Шура и Петя сами умылись, сами разделись и легли спать в своей постельке. Лежат и молчат. Ни папы, ни мамы нет. В комнате темно. И в темноте по стене кто-то ползает, шуршит. Шура и говорит со своей кровати. Мне совсем не страшно. И мне тоже совсем не страшно, отвечает Петя с другой кровати. Мы воров не боимся, говорит Шура. Людоедов тоже не боимся, отвечает Петя. И тигров не боимся, говорит Шура. Они сюда не придут, отвечает Петя. И только Шура хотел сказать, что он крокодилов не боится. Как вдруг они слышат? За дверью в сенях кто-то негромко топает ногами по полу. Топ, топ, шлеп, шлеп, топ, топ. Как бросился Петя к Шуре на кровать. Они закрылись головой одеялом, прижались друг к другу. Лежат тихо, 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 чтобы их никто не услышал. Не дыши, говорит Шура Петя. Я не дышу. Топ, топ, шлеп, шлеп, топ, топ, шлеп, шлеп. А через одеяло все равно слышно, как кто-то за дверью ходит и еще пыхтит вдобавок. Но тут пришли папа с мамой. Они открыли двери, вошли в дом, зажгли свет. Петя и Шура им все рассказали. Тут мама с папой зажгли еще одну лампу и стали смотреть по всем комнатам во всех углах. Нет никого. И вдруг вдоль стены кто-то как пробежит в угол. Пробежал и свернулся в углу шариком. Смотрят, да это ежик. Он верно из леса забрался в дом. Хотели его взять в руки, а он дергается и колет колючками. Тогда закатали его в шапку и унесли в чулан. Дали молока в блюдце и кусок мяса. А потом все заснули. Этот ежик так и жил с ребятами на даче все лето. Он и потом пыхтел и топал ногами по ночам. Но никто уже его не боялся.